Здравствуйте, Руслан. Поздравляю вас с успешным выступлением на рейтинговом турнире в Египте. Как вы сами оцениваете эти соревнования? Вроде состав участников был такой хороший, боевой, сильный. Саламу алейкум, Тахир. Очень приятно оказаться опять в вашей студии. Как обычно, я здесь частый гость, поэтому, как говорится, перейдем сразу с корабля на бал. Да, турнир получился очень такой насыщенный, очень представительный, с хорошим подбором. Исполнительный борцов. Более 48 команд участвовали в этом турнире. Как вы знаете, он был рейтинговым. Очень предпочтительный турнир. И я вам скажу, что по составу борьбы, по качеству борьбы он превзошел все свои ожидания. Обычно в Африке мало турниров проводится. То есть он, как бы сказать, не такой борцовский континент, как Европа или Азия. Но вот мы сейчас съездили в Египет, убедились, что там тоже борьба получает свое бурное развитие. Есть уже предпосылки к этому. Уже некоторые страны, о которых мы раньше не слышали, уже борются. Так что я думаю, что развитие борьбы идет в правильное направление в Африке. Ну, наши ребята, можно сказать, Тайрбек, Эрназар отлично выступили. Завоевали первые места, золотые медали. Но, наверное, всех интересует сейчас один вопрос. Так как это не олимпийские весовые категории, что будет дальше? Можно ли ожидать, что Эрназар, Тайрбек опустятся на вес ниже и будут в олимпийских весах? Или в тех весах у нас другие ребята? По поводу турнира, да, меня многие поздравляют. Но я скажу, что турнир получился, могу сказать, что насыщенным, удачным. Но мы ожидали от этого турнира больше, что мы планировали более 4 или 5 медалей. Мы недополучили пару медалей в разных весовых категориях. Допустим, в 57 килограмм, в 61, в 70, в 65 килограмм мы по праве рассчитывали на медали самой высшей пробы. Но, к сожалению, не получилось, есть ошибки. Ребята молодые, есть. Над чем нам нужно поработать? По поводу вот этих ребят, да, вы правильно заметили, и Тайрбек, и Эрназар борются не в олимпийских весовых категориях. Но, как вы знаете, Эрназара мы перевели в не олимпийскую весовую категорию. Как вы знаете, это после Олимпийских игр в Токио. Поэтому мы рассматриваем этот вариант. В нужный момент мы его опустим в категорию до 65 килограмм. Хотя в 65 килограмм у нас также есть призер мира Альбек Осмонов. Так что в этом весе у нас будет хорошая конкуренция. Но я думаю, что ближе к этим турнирам тренерский штаб примет правильное решение. Также хотел бы сказать, что Тайрбек ниже опуститься, наверное, это маловероятно. Скорее всего, он поднимется вверх. Но если будет нужно, мы можем его заявить в весовой категории 65 килограмм, так как это было на Кубке мира. Как вы видели, перед Кубком мира он выиграл представительный турнир в Нью-Йорке. Это очень представительный турнир, где он признался лучшим борцом этого турнира, весовой категории 65 килограмм. И когда мы его заявили из-за отсутствия одного моего подопечного, Спорта Рика, я попросил организаторов Кубка мира, когда мы были в штатах Вайове, заменить его на Тайрбека. Сначала они воспротивились, но когда я их убедил, сказал, что вы не пожалеете. Они дали добро буквально за 7-8 часов до взвешивания. Он прилетел, взвесился и выступил даже лучше, чем те ребята, которые мы ожидали в составе. Так что я думаю, у него вполне есть возможности выступить в этой весовой категории 65 килограмм. Так что у нас в этой весовой категории ожидается очень хорошая конкуренция. Он был призер Мира и Тайрбек. Тайрбек тоже призер Мира. Ну да, он тоже призер Мира. Ну 57 у нас, в принципе, тоже вроде неплохо. Алмаз Улубек Зад, Алмаз Манбеков, Улубек Жолдышбеков. Нет, Улубек Жолдышбеков, наверное, вряд ли опросил в эту весовую категорию. Скорее всего, он нам нужен в весовой категории 61 килограмм. Потому что 57 килограмм у нас уже есть ребята, которые сегодня уже реально претендуют. Это Алмаз Манбеков, Мрзанар Зар Улубек Белот. Также у нас есть Алмаз Улубек Зад. Сейчас у нас тоже еще с молодежью ребят подключили. Я думаю, что этого достаточно в этой весовой категории. Ну, конечно, если мы увидим хороших ребят из молодежи, то, конечно, мы их привлечем в сборную в эти весовые категории. Есть проблемы в больших весовых категориях, где у нас нет конкурентов. Но это наша старая болезнь. У нас не только нет борцов тяжелых весовых категорий, но также у нас нет таких грамотных специалистов, которые могли бы работать с тяжелыми весами. Раз-два и обчелся. Вот мы знаем, что в Канте работает Садан Агай, Садан Юязов. И все. Больше я не знаю таких специалистов, которые могли бы работать с борцами тяжелых весовых категорий. Это наша, можно сказать, основная проблема в вольной борьбе. Ну, тут, наверное, это генетическая проблема, скорее всего. Да, есть. Я же вам уже как-то на передаче говорил, ты нашел хорошего парня, его вырастил, подготовил, он стал таким взрослым, фактурным. И какой-нибудь бизнесмен, депутат приходит. Ну, что тебе, Мусе, пойдем ко мне, забирайте. И все, парень ушел. Мед, таких, как мы, не берут. Поэтому у нас большая текущая в больших весовых категориях. Ну, еще, наверное, хотел я спросить о том, многие спрашивали просто, что произошло с Альбеком Осмоновым. Вроде нормально боролся, но там видно было, да, что он потерял сознание. Там удар, по-моему, был, да? Да, был удар коленом, но это непроизвольный, конечно, удар. В борьбе такие моменты случаются. Он атаковал и как бы получил встречный удар коленом в область челюсти, в область виска. И он на какие-то доли секунды потерял сознание. Мы сидели в углу, даже нам это не было видно. То есть, когда он уже полностью отключился, я понял, что что-то не то. И когда уже мы выбежали на ковер, я видел, что он уже был в полном отключке. Он полностью отключился. Потом, когда мужа его в себя привел, перевернул на спину, привел себя в сознание, прибежал врач. Ну, такие моменты у нас случаются. Это же единоборство. И, конечно, это было сделано непреднамеренно. Но я бы хотел отметить непрофессиональную работу врачей и судейского корпуса. Потому что это было очень непрофессионально. Потому что это очень опасно. В таких ситуациях судей и медицинский штаб должен быть более активно и более профессионально отнести к своим обязанностям. Ну, к сожалению, много вопросов по судейству не только в Египте. Потом был турнир в Болгарии Данколо, Никола Петров. Тоже можно сказать, что слабенькие судьи. Вот такие почему-то международные турниры, к сожалению, обслуживают. Пройдет у нас рейтинговый турнир в июне месяце. И тоже многие интересуются, сколько человек можем заявить в каждый вес? В каждой весовой категории мы можем заявить не более трех человек. Это все описано в правилах United World Wrestling. Даже вот сейчас мы были в Египте в турнире. Многие команды заявили по максимуму. Допустим, Соединенные Штаты Америки привезли практически по три человека. Казахстан привез по три человека. Многие команды заявили сдвоенные составы. Так что те страны, которые, как бы сказать, борцовские державы, хорошее финансирование, они могут себе это позволить. К сожалению, мы не можем себе это позволить. Не только из-за того, что у нас мало денег, но и из-за того, что у нас нет такого количества борцов. Допустим, как я говорил, в тяжелой категории. Поэтому нас эти маленькие веса мы сдвоили, а в тяжах мы даже не смогли повезти туда, ребят. В чемпионате Азии кто у нас будет принимать участие? Он пройдет перед рейтинговым турниром с Индией в Астану. Перенесли чемпионат Азии. Чемпиона республики или по итогам египетского турнира. Как состав команды будет определяться? Я думаю, что буквально через неделю мы соберемся на очередной тренировочный сбор в связи с подготовкой чемпионата Азии на Иссеколе в нашей традиционной базе Крымской Азморе. Мы вызовем всех ребят, которые сегодня у нас в строю. У нас есть ребята травмированные, которые сейчас прошли реабилитацию. Посмотрим, что мы можем придумать, посмотрим, что мы можем сделать. К сожалению, 65 килограмм Альбе Космонов не может принять участие в чемпионате Азии. И также Эрназар Ахматалиев. Они оба получили сотрясение мозга. Поэтому в целях безопасности мы их освободили от чемпионата Азии. Потому что у нас в этом году, как вы знаете, есть лицензионный чемпионат мира, есть азиатские игры, также есть игры в закрытом помещении. Так что календарь очень насыщенный, а здоровье подопечных – это главное всего. Поэтому сейчас у нас есть над чем поработать, есть над чем подумать, поломать голову, раз он у нас проблемный. Это 65 килограммов, так как Альбе Космонов получил травму. Также у нас еще после травмы не набрал форму Хаджин Муратов и Кром. Мы будем смотреть, что мы можем придумать в этой весовой категории. Может, мы кого-то поднимем из нищей весовой категории 61 на 65. Но посмотрим. Сейчас мы соберем команду, начнем подготовительный процесс. И там, я думаю, у нас будет видно, картина будет ясна, кого мы можем заявить. Но пока этот вопрос у нас открытый. В 74, по-моему, тоже у нас неплохие ребята есть. В 74 нет, у нас 70 ребята… По-моему, молодые еще есть, да, ребята? Есть ребята молодые, но, как вам сказать, молодые, у них еще нет опыта. Да, чемпионат Азии, чемпионат Азии. Не такой турнир, где нужно вести, чтобы он набирался опыта. Это континентальный чемпионат, это очень престижно. Туда приезжают чемпионы своих стран. Вы же знаете, что вольная борьба в Азии – это очень доминирующий вид спорта. Поэтому туда нужно вести только готовых ребят с определенным уровнем мастерства. Ну что ж, Руслан, желаю удачи в подготовке к чемпионату Азии, к рейтинговому турниру. Ну и, конечно же, успехов в подготовке к лицензионному чемпионату мира. Кстати, вот по чемпионату мира хотел тоже спросить. Раньше было первое, второе, два третьих, два пятых места. Шесть лицензий. Я слышал, в этом году хотят сделать пять. То есть пятое место между собой бороться будет. Да, как вы знаете, в прошлые Олимпийские игры в некоторых весах было шестнадцать, в некоторых семнадцать, в некоторых восемнадцать. Этот неразбериха породил вот эти правила, что в каждом весе должно быть определенное количество участников. То есть шестнадцать. Поэтому они пошли на сокращение. То есть, если раньше у нас было два пятых места, участвовали, получали лицензию на участие на Олимпийские игры, то в этот раз они решили, что два пятых места будут бороться между собой за Олимпийскую путевку. То есть будет одно пятое. И у нас получается, значит, четыре-пять человек получают лицензию с чемпионата мира. И после чемпионата мира еще будут рейтинговые турниры. Календарь, сроки, это все еще, я думаю, не утверждено. Я думаю, что в ближайшем будущем, что Всемирная Федерация United World Wrestling это все выложит в интернет-пространство. Я думаю, мы будем знать, какие турниры, где и какие сроки. — Удачи в работе. — У вас еще есть возможность что-нибудь сказать телезрителям? — Ну что сказать телезрителям? Спасибо, что вы поддерживаете, спасибо, что болеете. А, кстати, вы хорошо задали мне вопрос обратиться. Я бы хотел сказать, выразить особую благодарность всем нашим болельщикам, которые находились в Египте. Вы знаете, мы прилетели в 3 часа ночи, и я не ожидал, это был очень хороший сюрприз для нас, что местная диаспора, наши студенты, ребята, которые там учатся, они нас встретили с хлебом, солью, буквально они отходили от нас на шаг, были переводчики, помогали во всем. Очень хорошая диаспора, я бы хотел выразить от имени национальной сборной всем этим ребятам, кто проживает в Каире, в городе Александрии, за теплый прием, за радушие. Было очень приятно, что они приходили туда с семьей, с детьми. Им было очень приятно, что наши ребята приехали в Африку, показали очень хорошую борьбу, завоевали золотые медали. Они пригласили нас на свое мероприятие, уделили нам столько внимания. Большое спасибо. Нам было очень приятно, что, несмотря что мы были далеко от дома, что у нас есть друзья, есть поклонники, есть болельщики. Одним словом, еще раз большое спасибо всем ребятам, которые нас встретили в Египте и помогали нам во всем. Благодаря их помощи наши ребята не знали никаких проблем в Египте. Еще раз огромное спасибо и желаем всем удачи. У нас в гостях был главный тренер сборной Кыргызской Республики, повольный барбер Ислан Маджинов. Спасибо, что пришли. Ислан, до свидания.